Приветствую, дорогие мои зрители! Я отправляюсь в Леон. Мне нужно купить краску для волос. Я постараюсь для вас снять, наконец, что это за краску. Меня многие спрашивают, но во многих странах ее оказалось нет. Ну, я посмотрю, может быть, и у нас уже ее нет. Сегодня у нас 11 ноября, и сегодня праздник в стране. 11 ноября 1918 года было подписано перемирие между странами Антанты и Германии. Это было окончание Первой мировой войны, в которой французы потеряли более полутора миллионов солдат. И сегодня выходной день в честь этого памятного дня. Поэтому я посмотрю, что у нас сегодня открыто или закрыто, но тем не менее я хочу немного проехаться. Погода сегодня просто великолепная, тепло, и я думаю, что градусов 15 будет сегодня на улице. Поэтому что-то интересное, возможно, для вас не может. Давайте со мной. Это величественный собор. Я думаю, что это 16 век, но я точно не уверена. Нужно уточнить. Возможно, даже и более древний. Видите, в готическом стиле он построен, и сегодня, возможно, он даже открыт, поскольку сегодня день памяти. Но я не уверена. Ворота закрыты. Никто не стоит возле ворот. Подойдем, посмотрим. Ну, а закрыта дверь, да. Закрыта дверь. Здесь описание выгравировано. Но очень сложно. Я даже при всем желании не пойму. А это своего рода кулинария. И можно купить готовые блюда, полуфабрикаты, выпечку. Видите, колбасы. Такой приятный магазинчик. Пирожные. Видите, цена на пирожные порядка 5 евро. Макароны. 21 евро. Это коробочка. Но там очень вкусные пирожные. А я их не куплю. Я проявлю силу воли. Привлекательный магазинчик. Ну, пойдем дальше. Вот это знаменитый поль, который был основан в 1889 году. Вот видите, один макарон стоит около 3 евро. 3-4 в среднем. Вот такие с фруктами. Тарт с фруктами. И такой хлеб. Видите, он уже практически весь разобран. А возможно, это просто лежат единичные экземпляры. Остальные все у них находятся внутри магазинчика. Вот этот фан де кампань. Это деревенский хлеб. Да, практически все открыто. Магазины открыты. Несмотря на то, что сегодня выходной день. Пойдем немножко сюда свернем. Здесь симпатично. Я люблю иногда такие улицы, где никого нет практически. Приятно тоже по ним пройтись. Здесь ощущается что-то такое аутентичное. Это специально я снимаю для Оли из Финляндии, потому что я знаю, что она любит разнообразные подушки. Это магазин подушек, Оля. Приезжай. Вот такой дизайн своеобразный. А вот это такие наборы дрожжиных. Стеновая графа, шкала от 12 до 32 евро. И такие прекрасные торты. Самые большие – 132 евро. Бриеж, булочки с шоколадом. Вот такие замечательные, огромного размера. Огромного размера. Опять же тортики. Ну да, приятные. Смотрите, какая там красота. Люстры. И добро пожаловать. Всех ждут. А вот это мы выходим к знаменитому отелю Дьё. Отель Дьё – это в переводе означает «Божий дом». И в каком-то из своих видео я об этом говорила. Не знаю, если вы не смотрели, если вы не смотрели все видео на моем канале, я повторюсь, что… Так, уходим в сторону. Что это раньше был приют для странников. Здесь было расположено порядка 10-20 кроватей для тех, кто мог получить здесь ночлежку с питанием. И в дальнейшем, в дальнейшем это стало больницей. Это стало больницей. И сейчас это уже туристическое место. Но этот отель Дьё примечателен тем, что здесь работал известный писатель французский Франсуар Абле. Здесь он написал свою знаменитую книгу, роман «Гаргантюа и Фантагрюэль». Видите, здесь сейчас это больше музей. Здесь находится сеть ресторанов, магазинов. И вот здесь, на этой стене, очень интересные таблицы такие, где указано, сколько, кто, когда пожертвовал денег строительство этого Божьего дома. Видите, написаны суммы возле каждой фамилии и год. Вот, например, 1843 год. Потрачено вот этими уважаемыми людьми вот такие суммы денег на то, чтобы этот Божий дом существовал. Видите, сейчас он открыт для посещения. И сегодня здесь не так много людей, как ни странно. Но вообще сегодня в Лионе много народа. Выходной день. Магазины, как ни странно, открыты. Здесь находятся рестораны возле этого отеля «Дьё». Вот видите, большой хостел «Дьё». Божий дом. Это ресторанчик на улице. Сегодня люди выходят для того, чтобы пообедать в таком красивом месте. И здесь всевозможное, всевозможное, всевозможный выбор разных развлечений. Музей иллюзии. Я, кстати, здесь ни разу не была. И мне интересно сюда попасть. Наверное, скорее всего, мы сюда сходим с мужем. Я думаю, что здесь безумно интересно. Вы знаете, здесь так вкусно пахнет. Придя сюда, совершенно невозможно уйти. Хотя бы, как минимум, без чашечки кофе. Это очередь стоит, чтобы попасть в ресторан. Как только кто-то заканчивает свою трапезу, впускает очередных посетителей. Видите, достаточно много людей ожидаются. Хотят здесь пообедить. А это такой, так и называется, кафе отель Дьо. Здесь можно купить различные вкусности, сладости, а также обычный обед. Здесь не так много людей. И цены здесь, но я бы не сказала, что здесь самые высокие цены. Цены, в принципе, стандартные для центрального Леона. Это не старый город. Это центр Леона, недалеко от площади Збелькур. Я уже не раз говорила об этом. Место очень-очень приятное. Мы здесь обедали с моей подругой. И осталось очень приятное впечатление. Тусовка, ребят. Возле кинотеатра. Профессиональные ребята, конечно. Это очень стиль театр. Классно. Ну, круто, конечно, весело сегодня. Хотя сегодня день совершенно не связан весельем, но у людей просто выходной день. Сегодня достаточно туристов, чтобы посетить церковь Сан-Жан. Здесь говорить не особо можно, поэтому молча поснимаем. Сан-Жан. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...